Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию свой традиционный обзор по некоторым валютным парам, которые представляют интерес для нас. Сегодня пятница, 28 февраля, заканчивается очередная торговая неделя, но до конца торгов еще есть время и можно создать предпосылки уже на следующую неделю. Давайте посмотрим, что там у нас. А в центре нашего внимания снова фунт, который очевидно пока торгуется в рамках широкого нисходящего клина. Также посмотрим доллар канадца, который продолжает свой рост и с момента нашего последнего обзора вырос уже довольно сильно. Надеюсь, многие смогли воспользоваться прошлой рекомендацией. Также посмотрим динамику золота, по которому, судя по всему, произойдет смена приоритета, так как нисходящая коррекция еще не завершена и нас ожидает еще одна волна вниз. Итак, давайте начнем. Британский фунт в своем снижении почти достиг обозначенную целевую зону на 28.49, остановившись всего в нескольких пунктах от нее на уровне 1.28.59, где нашел поддержку. Все дело в том, что, как уже стало очевидно, пара торгуется в рамках большого нисходящего клина. Это свидетельствует о боковом характере движения пары и на данный момент цена как раз достигла его нижней границы, от которой, по всей видимости, готовится к отскоку. Полагая, что, как минимум, еще одна восходящая волна роста нас может ожидать, при отскоке от текущих уровней, где поддержкой выступает отметка 1.28.49, цена направится к верхней границе фигуры с целевой отметкой на 1.29.94, откуда снова может направиться к нижней границе. Ну а канадский доллар продолжает свое восходящее движение и к сегодняшнему дню не только достиг целевую отметку на 1.3348, но и значительно превысил ее, торгуясь сейчас в районе 1.3450. Учитывая масштабы роста, логично ожидать развития локальной нисходящей коррекции, которая может начаться в скором времени, цели которой могут находиться на уровне текущей поддержки на 1.3377. Тем более, что пара сейчас тестирует промежуточное сопротивление на 1.3443, невозможность прохода которого как раз и может привести к этой самой коррекции. В этой области ожидаю остановку и последующий отбой от уровня с развитием нового импульсного роста с целью в районе 1.3506. В свою очередь, снижение и закрепление цены ниже разворотного уровня, который сейчас находится на отметке 1.3348, даст сигнал к отмене данного сценария. Ну и наконец по золоту. Возможно локальная смена приоритета с восходящего на нисходящее. По всей видимости, после последнего роста нисходящая коррекция еще не завершена. И мы сейчас наблюдаем лишь за коррекционной структурой внутри коррекции более старшего порядка. Поэтому как минимум еще одну волну снижения мы скорее всего еще увидим перед новой волной роста. Пока же я думаю коррекция все еще продолжается. Цена сейчас зажата в диапазоне между 1654 и 1624, выход из которого ожидаю вниз. В этом случае целевой зоной для достижения цены выступает область отметок 1588 и 1576. На сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем удачной и профитной недели. Всем пока.